Окружные депутаты оценили состояние заполярных дорог местного, регионального и межмуниципального значения, находящихся на территории Наринмара и поселка Искателей. В поле зрения парламентариев попали дороги, находящиеся в поселке Искателей, микрорайоне Факел, по улице Дружбы, Монтажников, Угольная, Юбилейная, с участком до улицы Губкина и другие объекты. Первым местом остановки парламентариев стали дороги в поселке Искателей. Как выяснилось, для приведения их в нормативное состояние необходимо провести много работ капитального характера, то есть реконструкцию. Увеличить ширину проезжей части, обустроить тротуары, освещение, ограждение и так далее на сумму не менее 400 миллионов рублей. В частности, предстоит обеспечить подъезд к социально важным объектам, таким как ГАИ, пожарная часть и дом престарелых. Действительно, на социальные объекты будут обращены особое внимание, чтобы были подъезды, чтобы были пешеходные переходы, освещение, то есть безопасность людей в данном вопросе будет, конечно же, повышаться. Без внимания депутатов не остались и центральные улицы Наринмара. Как выяснилось в ходе рабочей поездки, этим летом дорогу по улице Пионерская на пересечении с дорогой по улице Южная, которую едва успели сдать в прошлом году, снова придется вскрывать. Причина – не подведение коммуникаций к новым строящимся домам. Представители исполнительной власти пояснили, что такова реальность, и полотно в любом случае придется вскрывать. Также представители профильного департамента сетуют на то, что еще в 2015 году полномочия по осуществлению работ были у Архангельской области. Тогда в ненормативном состоянии находились 95% дорог. За два года дорожники провели огромную работу. На проведение дорог в нормативное состояние затрачено 45,7 миллиона рублей. В этом году планируется работы продолжить и установить недостающие ограждения, тротуары, светофоры и автобусные павильоны. В этом году планируется сдать автомобильную дорогу по улице Октябрьская. Планируется сдать автомобильные дороги по разным улицам. Это в районе застройки микрорайона «Факел». Планируется продолжить строительство с участием федеральных средств монтажников угольной автомобильной дороги. Также мы планируем продолжить работу по ремонту автомобильной дороги на Ринмар-Красное. По итогам поездки окружные парламентарии отметили, что в первую очередь перед началом строительства любой дороги особое внимание нужно уделить качественной предпроектной работе. Тогда положительных примеров на заполярных дорогах будет гораздо больше. Тем временем 17 проблемных участков или 7 километров дорог, по словам жителей, находятся в крайне плачевном состоянии и по их инициативе были внесены на карту убитых дорог Российской Федерации.